Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня для всех мужчин аспермия. Прошу не судить меня строго, в разных источниках по-разному трактуется данное западное выражение. Чаще всего встречается, что аспермия это отсутствие полное, семяизвержение. Мы сразу говорим, что здесь виновники почек. Почему? Потому что они не виновники за половую функцию мужчин, отвечают почки. Мы сразу говорим, но не всегда. Мы говорим, что Восток дело тонкое, и восточная медицина не разделяет человека на какие-то там подгруппы. Ну давайте мы с вами возьмем, что мужчина проявляет в сексе. Прежде всего свой дух. Это печень. Эмоции в сексе. Это желчный пузырь. Огонь, силу мужскую. Что про чувство. Понятно, да? Искренность проявляет свою внутренность. Понятно, да? Ну, конечно, как он на земле состоялся. Что он может приобрел, скажем, не только заниматься сексом, но не только забирать. И свои потребности удовлетворять. Но еще что-то отдавать. Ну и, конечно же, что проявление нервозности и, конечно, как работает внутренний реактор. Это у нас с вами легкие. Ну и тут мы дошли сразу до почек и мочевого пузыря. Почки – это абсолютная энергия сексуального мужчины. Но сексуальная энергетика движет янская энергетика. Потому что мужчине нужно правильно больше двигаться, чем женщине. Вот так теория пяти элементов. Я кратко подсказал это все. Показал, что все элементы работают как единое целое. Ясно, да? Не может мужчина, только если у него там возбуждение произошло. Все, вперед. Он должен что-то еще проявлять. Поэтому, помните, аспермия – это полное отсутствие, извините, повторяю, семеизвержения. Здесь истощение чаще всего почек. Либо почки не раскрылись. Либо почки закрылись. Либо мужчина сам закрывает почки, не может раскрыть свои чувства. Вот некоторые женщины осуждают мужчину. Вот у вас одна мысль и то внизу в половых органах. И она мне руководит. Нет. Это вас надо поместить в наше тело. Тогда вы поймете, что это такое. Что мужчине нужно? Прежде всего, раскрыть свой сексуальный потенциал. Это раз. Второе. Не злоупотреблять своим потенциалом. Это два. И не сдерживать его внутри. Это три. Как ни странно это звучит. Все за это ведают почки. Потому что это все подается в сексуальная энергетика по роду. Чем сильнее род мужской, тем сильнее сексуальная энергетика и мужчина. И его сила. Потому что точка В23 шиньшу является. Если почки закрылись, вы истощены, пожалуйста, дайте себе установку отдохнуть. Чем дольше вы отдохнете, вы установите почки, тем лучше для вас, как мужчины. Магнитная вода вам в помощь. И прорывание точки Р1 и В23 шиньшу вам в помощь. Это при условии, если вы истощены и почки закрылись. Если наоборот, мужчина воспалился до такой степени, он не может из-за этого воспаления, семяизвержения у него происходить. И вот он воспаляется до такой степени, даже в полумакте. Не происходит этого. Вы очень сильно воспаляете свои почки. Они у вас воспалены. Сначала расслабьте почки, а уж потом занимайтесь природным делом. Ясно, да? И при воспалении точка В23 шиньшу нужно расслаблять. И помните, всегда нужно контролировать свою страсть. Хоть это нелегко. Мужчина меня поймет. Спасибо за внимание.